Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. О старости нужно заботиться с молоду, но следят за многочисленными законодательными изменениями очень немногие. Можно ли выбрать систему формирования пенсии, каким образом она рассчитывается и что необходимо сделать в ближайшие два года, чтобы значительно подсластить эту пилюлю? О последних тенденциях подробно говорим с Геннадием Пашиным, главой Рязанского отделения пенсионного фонда. Давайте начнем с изменений. Их было несколько. Чем это грозит всем нам? Заключитель месяц 2013 года был очень насыщен в плане принятия законов по изменению в пенсионную систему нашей страны. И эти законы в основном будут вступать с 1 января 2015 года. И они коснулись изменений как и по выбору накопительной части пенсии, они коснулись изменений и в отношении пенсионного фонда и работодателей по уплате страхового взноса в пенсионный фонд. И также они изменились и вариантов назначения пенсии с 1 января 2015 года и условий для получения права на трудовую пенсию при достижении гражданина 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной. Давайте, чтобы было понятно телезрителям, сразу плюсы. Во всем есть большие плюсы, потому что с точки зрения интересов пенсионера, это законодательство направлено на то, чтобы работодатель более серьезно относился к выплате заработной платы именно в чистом варианте, то есть без двойной бухгалтерии. Потому что действительно размер пенсии будет зависеть именно от полноты уплаты страхового взноса в работодателям. И чем больше будет заработной платы гражданина, тем, соответственно, его пенсионное обеспечение будет выше. Было бы замечательно, но я боюсь, что с отсутствием должной работы, с должной зарплатой это будет, наверное, сложновато. Пенсионный фонд как-то борется с работодателями в этом смысле? Ну, к счастью, сегодня тоже законодательство позволяет пенсионному фонду принимать активное участие в борьбе с должниками и с черной заработной платой, с теневой. И для этого у нас есть определенные санкции, которые мы применяем и в случае необходимости объявляем должников и банкротами, работаем тесно судебными приставами по аресту имущества в дальнейшей его реализации. Ну и, конечно, здесь большую роль к нам играют судебные процессы, которые мы возбуждаем против должников. 2013 год показал, что наши вот эти усилия дают результаты. У нас резко снизились темпы роста просроченной задолженности по плате страховых взносов в пенсионный фонд. И сегодня сумма задолженности, она составляет 1,2% от начисленных страховых взносов. Хорошо, когда есть вариант, какой способ начисления пенсии выбрать. Но плохо, что мы не знаем, какой из них лучше и какой на пользу, в общем-то, нам самим. Не секрет, наверное, что работодатели, они навстречу, в общем-то, добровольно вряд ли пойдут. То есть как удобно им? Что вы посоветуете? Ну, значит, здесь надо сходить из того, что сегодня структура пенсии, она состоит из трех частей. Это страховая часть пенсии, внутри которой находится фиксированный базовый размер. Ну, это часть пенсии, которая для всех пенсионеров, которые выходят на пенсию, она назначается независимо от стажа, заработка и так далее. То есть она для всех одинаковая, это фиксированный базовый размер. Это сегодня 3600 рублей. А страховая часть пенсии, она зависит именно от суммы страховых взносов на страховую часть пенсии. И третья составляющая, так называемая накопительная часть пенсии, или как теперь мы ее будем с 1 января 2015 года называть накопительной пенсией. Она тоже формируется за счет страховых взносов, которые уплачивает работодатель на накопительную часть пенсии. В целом, объем страховых взносов в пенсионный фонд на сегодняшний день составляет 22% от фонда оплаты труда. То есть если человек зарабатывает заработок, допустим, 10 тысяч рублей, то дополнительно работодатель за него должен перечислять в пенсионную систему 2200 рублей. И эти 22% они делятся. Значит, 16% идут на страховую часть и фиксированный базовый размер, и 6% идут в накопительную часть. И вот сегодня, конечно, много разговоров идет о том, а всем ли нужно гражданам формировать свою накопительную часть пенсии. Практика показала в предыдущих лет, что активности в выборе в населении нет. Это от незнания. Им сложно разобраться в этой кухне. Им кажется, что они раз выбрали, и все идет уже само по себе. И выбрать, выбирают, а все равно того результата негосударственные пенсионные фонды или негосударственные управляющие компании они не дают. То есть резкого скачка доходности ее нет. И сегодня законодательство, оно, конечно, подтолкнуло негосударственные пенсионные фонды поменять стиль работы и вложения этих денег. Меняются подходы и к тому, чтобы куда направлять эти деньги. То есть здесь уже со стороны государства формируется сегодня определенный экономический механизм для вкладывания в более емкие экономические проекты, чтобы давали они не просто короткие деньги, кредиты были, инвестиционные проекты, а они чтобы были долгосрочные. И чтобы за счет этого ни государственные пенсионные фонды, ни государственные управляющие компании получали действительно стабильный доход. И практика показывает, что если у человека уровень заработной платы ниже, чем средняя заработная плата по региону, допустим, или средняя заработная плата по стране, то, конечно, формирует накопительную часть, наверное, нет смысла. Потому что эти суммы будут небольшие и того ожидаемого результата в повышении пенсии не будет. Учитывая то, что накопительная часть пенсии – это как бы личные деньги гражданина. То есть в процессе трудовой деятельности он их не получает, он их только как бы приращивает. А когда он выходит на пенсию, то эти деньги, он может выбрать различные способы получения этих денег. Если страховая часть пенсии, она назначается, и она ежемесячно доставляется, то накопительная часть пенсии или она может быть выплачена разовым платежом. А если мы начали накапливать на свое будущее и потом передумали, то вот эти средства, их можно как-то забрать, куда-то еще направить? Как с этим поступить? Сегодня, как бы, хочешь ты или не хочешь, а 6% мы переводим в накопительную часть. Или она находится в государственной управляющей компании, или по желанию гражданина ее отправил в какой-то государственный пенсионный фонд. С 1 января 2015 года здесь уже обязательно переводить деньги 6%, накопительную часть нету. То есть от этого мы должны получить заявление от гражданина. Сразу возникает возможность такого бюрократического момента. Все-таки, наверное, что-то надо предусмотреть, куда-то надо сходить, написать какие-то заявления. Вот за этот год, до 2015, что необходимо сделать, если мы хотим сами повлиять на свою пенсию? А значит, право выбора у гражданина формировать накопительную часть пенсии или не формировать до 1 января 2016 года. Но хочу отметить, что сегодня, допустим, вот из более чем 600 тысяч граждан, у которых есть накопительная часть в пенсионном фонде, только в Рязанской области, около 100 тысяч перевели свои накопления в негосударственные пенсионные фонды или негосударственные управляющие компании. То есть 1,6 часть. Эти люди уже свой выбор сделали. А вот граждане, которые будут только вступать в трудовую деятельность или которые не переводили накопительную часть никуда, они должны в течение 2014-2015 года определиться, будут ли они формировать накопительную часть или не будут. Короткий совет для тех, кто вот эти 10 минут, пока мы с вами беседовали, отвлекался или не все понял. Где можно посмотреть информацию, где можно изучить, то есть какие-то вопросы, которые стали непонятны сегодня. Ну, хочу сказать, что сегодня очень много, вернее, каждый негосударственный пенсионный фонд имеет свой сайт. У нас создана в стране ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Они выпускают свой журнал, у них тоже есть свой сайт. Но главным советчиком, что ли, или главным информатором, это, конечно, территориальный орган пенсионного фонда. И наши структурные подразделения находятся в каждом районном центре нашей области. Через территориальный орган пенсионного фонда ажиотажа нет, то есть все в планном режиме, граждан приходят, получают консультацию. То, что необходимо, или мы имеем возможность наглядно вывесить, мы на своих стендах, в своих территориальных органах вывешиваем. Потом, конечно, гражданам легче и по возможности надо общаться именно у нас в территориальных органах и потом, исходя из этого, принимать решение. Спасибо за то, что вы нас посетили. Я думаю, что эта встреча не последняя. Это была программа подробностей. Удачи и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова